Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я вас приветствую всех! Сегодняшний день связан с днём инсульта, и мы, безусловно, должны рассматривать вопрос инсульта только именно с тех позиций, что во время COVID частота инсульта участилась. И связано это с тем, что осложнение коронавирусной инфекции выходит далеко за пределы респираторной системы, и проявляются также и поражением нервной системы. Так вот, в истоке находятся в провинции Кубей, где было более 500 заражений в конце 2019 года. И сейчас, к счастью, в Китайской Народной Республике нет практически ни одного больного с коронавирусной инфекцией, зато весь мир заражен этой инфекцией, этим ужасным вирусом. Сейчас в нашей стране наблюдается вторая волна этого вируса, и коронавирусная инфекция оказалась очень злостной, очень нейротропной. Вот почему неврологи всё время должны говорить об её осложнениях. Итак, одними из осложнений является инсульт. Борьба с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день, по рекомендациям нашего уважаемого президента Шавката Мерзияева, заключается не только в обнаружении, в лечении больных, но и заключается в целом проведении целого ряда исследований в Министерстве инновационного развития. Сейчас министерство объявило ряд научных проектов, по которым можно сдать грант Мининновации, его выиграть и заниматься изучением осложнений коронавирусной инфекции на нервную систему. И на самом деле это происходит практически на каждом шагу. Каждый невролог, вот с кем мы не общаемся, каждый специалист считает своим долгом изучить осложнение коронавирусной инфекции, дать результаты, обсудить. И мы все перебрасываемся мнениями, обсуждаем и видим то, что у нас с вами не заканчиваются вопросы, связанные с той или иной проблемой, связанной с коронавирусной инфекцией. Так, инсульты при новой коронавирусной инфекции очевидны. Частота инсультов при коронавирусной инфекции усилилась. В зарубежной литературе во всех описанных случаях были симптомы инфекции, или же они отсутствовали, или же были незначительными. То есть инсульт в ради случаев является первым и последним симптомом коронавирусной инфекции. Оказалось, что при коронавирусной инфекции свертомость крови повышается, и этот факт может обосновать то самое тяжелое осложнение. Кроме того, к усиленному образованию тромбов может приводить и воспаление сосудистой стенки, то есть поражение самой крови и воспаление сосудистой стенки. Важно помнить, что гиперкоагуляция – это часто единственный признак ковида, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов. В США собирается очень хорошая госпитальная статистика. По данным заболеваний, по данным определенных групп заболеваний, за две недели апреля 2020 года количество людей моложе 40 лет участились. Причем эти цифры не с одного госпиталя, а нескольких. Несколько госпиталей, несколько врачей из нескольких учреждений сообщили о том, что количество инсультов увеличилось. Причем это лица молодого возраста оказался инсульт, может стать первым и последним симптомом ковида. Посмотрите, как был проведен сравнительный анализ риска развития инсультов у пациентов с ковид и гриппом. Смотрите, взяли одну группу больных с ковид, другую группу больных с гриппом. Неподтвержденный ковид была та же инфекция. Неврологи из отделения клинической нейронауки, значит, это в американском университете, они опубликовали статью, в которой оценили риски развития инсульта у пациентов с гриппом. То есть они сравнили две группы больных. 1916 человек с ковид-19 были привлечены. И они были привлечены в две клинические больницы Нью-Йорка. Посмотрите, из всех обследованных пациентов 31 пациент, то есть 1,6%, имел инсульт по ишемическому типу. Это среди коронавирусной инфекции. В то время как в группе с гриппом инсульт наблюдался у трех пациентов. Посмотрите разницу. 0,2,1,6% это практически в много крат раз, и это достоверная разница. И после того, как сделали поправки на возраст, на полурасовую принадлежность, удостоверились в том, что вероятность ишемического инсульта при коронавирусе оказалась 7,6 раза выше, чем при гриппе. То есть коронавирусная инфекция была гораздо чаще причиной инсульта, нежели чем грипп. Кроме того, ученые, те же самые ученые, кто это изучал, выделили превышение специфических маркеров развития нарушений мозгового вращения в крови тех коронавирусных больных, у которых развился инсульт. В американскую госпитальную статистику попали только явные случаи, когда были инсульты, инфаркты, и они сопровождались явными симптомами, не заметить которые сложно, тот же паралич, например. И нужно отдавать отчет, что есть скрытая часть айсберга. То есть это те пациенты, которые поступили в стационар, а многие люди сидят дома, никуда не едут, потому что боятся подхватить коронавирус, и в результате состояния здоровья ухудшателей они же просто умирают. Это пожилые, которые просто надеются отлежаться, и дальше ничего с ними не будет. Итак, значит, американские ученые также проанализировали, какие именно характеристики свидетельствуют на нарушение мозгового коробращения. В частности, смотрите, больные с гриппом, какими они были? Первое, они были в среднем моложе, хотя больные ковид тоже молодые. Но вот смотрите разницу. Чаще женского пола. Далее, какие еще критерии? Реже страдали гипертонией, реже страдали диабетом, ишемической болезни сердца, хронической болезни почек или мерцательной аритмии. Также реже поступали в отделение интенсивной терапии или получали искусственную вентиляцию легких, а также имели более низкие показатели Д-димера, то есть маркера тромбоза в кровяном русле, значит, и в кровяном русле, то есть показатель Д-димера был в основном у больных с ковидом. Теперь исследование показало, что инфекция ковид-19 связана с сильной воспалительной реакцией, сопровождающейся каугулопатией с повышенным уровнем Д-димера в три раза и частым присутствием антифосфолипидных антител, что может объяснить высокую распространенность тромбозов, наблюдаемых у этих пациентов, и пациенты с коронавирусной инфекцией подверждаются риску медицинских осложнений, таких как аритмия, инфаркт, инсульт, венозные тромбозы, миокардия. Вот мы с вами, коллеги, сколько раз видим венозные тромбозы. Согласитесь, сколько пациентов с тромбозом ковернозного синуса к нам с вами поступают. Посмотрите, это бесчисленное множество таких больных. Например, одновременно сейчас в нашей клинике таких пациентов лежит 4 человека. Причем я не говорю, что их не было на проф. В прошлом месяце были такое же, то есть одновременное состояние были 3-4-5 случаев с тромбозом ковернозного синуса. Теперь рассмотрим небольшие случаи с историями болезни больных с ковид, которые поступили в Union Hospital в Ухане. Они были в январе-феврале этого года. Из 221 пациента с ковид-19 у 11 развился острый ишемический инсульт. У одного тромбоз ковернозного синуса и у одного к разлиянию в мозг. Пациенты с инсультом и ковид были значительно старше, чем тяжелые больные без инсульта. То есть все-таки инсульт и ковид – это более старший возраст, тем не менее. Все больные с инсультом имеют в связи с сосудистыми факторами риска, включая гипертонию, диабет, анамнез, цероскулянные заболевания. Сравнение двух групп также показало, что больные с инсультом в анализах крови имели более выраженный воспалительный ответ. В частности, цереактивный белок в среднем равнялся 51,1 против 12,1. То есть в 5 раз был повышен цереактивный белок. И при этом 5 пациентов и 38% на то время умерли от инсульта. Теперь в Нью-Йорке тоже с марта-апреля были регистрированы 5 больных с ишемическим инсультом. Следите за купорки сонной артерии. Все 5 пациентов были с ковидом. И у них по шкале низ были показатели 17 баллов, что соответствует тяжелому инсульту. И вот обсуждая все эти приведенные наблюдения, надо отметить, что у всех больных инсульт развился на фоне коронавирусной инфекции. При этом этиология инсульта полностью выяснена не была. Не проводилось обследование на гемофилию, антифосфолипидной гомотистеномии, гипергомотистеномии, воскулиты. То есть как бы на те неизвестные случаи инсульта они не были спровоцированы, то есть обследованы дополнительно. Так вот, как бы там ни было, мы с вами всегда понимаем, что нужно больным с инсультом и инфекцией помогать. Как нужно помогать больным, у которых есть одновременно коронавирусная инфекция в данный момент. Или она была в анамнезе, или она была в прошедшем, то есть она прошла. Но тем не менее. Первая рекомендация поведения у больных ишемическим инсультом и ТИА. Эти рекомендации говорят о следующем. Первая. Организация образовательных программ по мозговому инсульту среди населения, среди врачей неотложной помощи. Концепция «Время мозг», задержки по госпитализации на уровне населения, медицинских представителей, медицинской скорой помощи и стационара. То есть мы об этом очень хорошо, наша страна также проинформирована. Мы поэтому и находимся в проекте Angels, инициативы Angels. И мы с вами по данному проекту работаем, кстати. И сейчас в ноябре будет проходить тренинг медсестер, по которому мы будем готовить медсестер, которые будут уметь работать с пациентами с инсультом. Так. Экстренная помощь – это создание протокола до госпитального и госпитального оказания помощи пациентам с инсультом, использование вспомогательных тестов. Далее. Экстренные диагностические тесты. Какие тесты мы используем для того, чтобы диагностировать ишемический инсульт? Прежде всего нейровизуализация, МСКТ или ММРТ. Это ЭКГ, это лабораторные тесты. Далее. Клинически развернутый анализ крови. Протрамбиновое имя, МНО, электролитный состав, уровень гликемии, непременно. С-реактивный белок, СОИ, биохимия крови. И по показаниям мы проводим экстракраниальную, то есть ультразвуковую доплерографию прахи цепальных сосудов и транскраниальную доплерографию. Далее мы проводим МРА или ЖКТ ангиографию, ЭХКГ, рентген легких, ЭЭГ и токсикологический скрининг. Вот, например, мы можем у пациента увидеть стеноз сонной артерии. Посмотрите, стеноз сонной артерии можно будет посмотреть на доплерографии, на дуплексном сканировании. И можно увидеть, что у пациента наблюдается стеноз сонной артерии. При этом мы параллельно делаем МРТ, МСКТ, и мы видим очаг. Так вот в данном случае очаг геморрагического инсульта в срединых отделах, в срединых структурах практически наверняка по степенью масс-эффекта. Вот, пожалуйста, очаг геморрагического инсульта мы видим на данном снимке. Обширный очаг инсульт в области правной среднемозговой артерии. Посмотрите, это среднемозговая артерия, но тут еще и затронута заднемозговая артерия. Этот обширный очаг развился у больного с коронавирусной инфекцией. Обширный очаг в бассейне корковых и глубинных ветвей среднемозговой артерии слева. Посмотрите, данный очаг также увиден на всех снимках. Так вот, мы МСКТ обязательно должны делать, чтобы прежде всего отдифференцировать ишемический он или геморрагический. Коллеги, по тому, как мы сделаем МСКТ быстро и отдифференцируем какой тип инсульта, мы в дальнейшем можем говорить о том, что делать пациенту тромболизис, то есть реколинализацию или же нет. Так вот, неотложная помощь на догоспитальном этапе заключается в определении диагностического теста. Тест FAST называется, пусть он зайдет, тест FAST называется ААБВГ, то есть различные этапы теста FAST мы используем для того, чтобы определить, есть у больного инсульт или нет. То есть искривилось ли лицо, затруднилось ли лечь, трудно ли поднимать руку. Далее дифференцировать нужно пациентов с коморбитными заболеваниями. С какими? Например, это гипогликемическая кома. Пусть это, например, эпилептический припадок, черепно-мозговая травма, менингит, энцефалит, мигрень, опухоль мозга, истерия. То есть мы должны с вами отдифференцировать инсульт это или же перечень вот этих проявлений, которые мы сейчас видим. Так вот, лечебная помощь на догоспитальном этапе проявляется прежде всего в оказании базисной терапии. Базисная терапия включает коррекцию дыхательных нарушений. В частности, ИВЛ показано, например, при прадепное меньше 12 минут, а хипное больше 35. Оксигенотерапия. Коррекция артериального давления. Коррекция водно-электролитного обмена. Отек мозга. Повышение нутриепного давления. Обязательно в профилактике нужно повышать, поднимать головной конец на 30 градусов. Эккупирование судорожного синдрома. То есть вводить седуксин или диазепан. Методы недифференцированной терапии инсульта ишемического заключаются прежде всего в обеспечении адекватной оксигенации. В частности, ингаляции кислорода. В частности, искусственной вентиляции легких. Поддержание системной гемодинамики. Это в частности в азотонике. Купирование судорожного синдрома. Восстановление электролитного и кислотно-основного баланса. Парентеральное питание. Углеводы, жиры, аминокислоты. Обязательно необходима ротоглоточная дисфагия. То есть дисфагическая диета. Нейрогенная ротоглоточная дисфагия. В борьбе с ней есть определенная дисфагическая диета. В частности, вот она представлена здесь. Значит, назогондральное, но обязательно зондовое питание. Вообще рекомендовано каждому пациенту инсультом в начальной стадии ставить назогастральный зонд. И мы должны обучать медсестер, обучать специалистов, реаниматологов, чтобы сразу ставили назогондраль и делали назогастральное зондовое питание. Даже если пациент, например, по шкале низ уже не превышает 17 баллов. До 8 баллов, если выраженные, то второй тип питания. Нектароподобная, например, консистенция. Например, томатный сок, сметаны, луковый суп. 8-16 баллов – это третий тип диеты. Медоподобная жидкость, например, вязкий йогурт, например. До 25 баллов – это четвертый тип диеты. Консистенция пудинга, например, типа бананового пюре, картофельного пюре. До 32 баллов – это такая гомогенная диета. Это, например, вареное белое мясо. И 33-35 – это восстановление функций. Тогда можно давать эту диету. И методы дифференцированной терапии, они тут же подключаются после того, как заканчивается недифференцированная терапия. Они заключаются в гиперволимической гемодилюции, антиагрегантной терапии, прямых антикоагулянтах, тромболизисе и в назначении эдоравона. Прежде всего, гиперволимическая гемодилюция заключается в назначении препаратов, которые будут снижать гематокрит до 33-37. Это нейроцетин, это риосорбилакт, это препараты, которые будут заниматься гиперволимической гемодилюцией. Далее, антиагрегантная терапия – это ктрентал, латрен, аспирин, кардиомагнил, клопидагрель, диперидамол, варфарин, тромбоаз и другие препараты. Прямые антикоагулянты – это гепариноиды, в частности, гепарин, фраксипарин, клексан. И сам по себе гепарин сейчас широко назначается, гепарин мы назначаем в начальной стадии и больным с ковидом, и больным с инсультом подкожно по 5 тысяч единиц каждые 4-6 часов. И, естественно, ни в коем случае не при геморрагических инсультах или осложнениях геморрагических. Так вот, контролируемый тромболизис проводим при помощи альтеплазы – 90 мг в сутки. И, значит, альтеплаза в нашей стране представлена. Итак, дифференцированная терапия – это тромболизис. Безусловно, у тромболизиса есть масса показаний и противопоказаний. Показания тромболизиса – это прежде всего временное. Мы должны успеть тромболизис сделать до 4,5 часов. И у нас, по данным МСКТ, не должно быть кровозлияния. И поэтому нужно очень осторожно с этим быть. И при этом у тромболизиса есть абсолютные противопоказания, в частности такие, как кровозлияние. Данные КТ свидетельствуют еще о кровозлиянии. Данные КТ свидетельствуют об опухоли, обсцессии. Если есть эти состояния, нельзя делать тромболизис. Если есть сосудистая мальформация, есть бактериальный эндокардит также. Далее, есть относительные противопоказания, их масса. Но пока вы их будете анализировать, вот это время, 4,5 часов пройдет, и вы просто не сможете уложиться в это время. Вот почему есть возможность современных воздействий, возможность получения препаратов, возможность получения эффекта реканализации методом мощнейшей антиоксидантной терапии, которой относится Эдоровон. Эдоровон был разработан для защиты клеток центральной нервы от ишемического повреждения при остеоцеребральной ишемии. Это был инсульт, это те хронические нервы дегеративной расстройств, такие как БАС. Вообще в Японии Эдоровон был разработан для лечения БАС. Потом, когда он пришел в нашу страну, и мы проводили исследования по Эдоровону, мы поняли, что он прежде всего должен применяться при лечении ишемического инсульта, и не только ишемического. Посмотрите, Эдоровон мы можем начинать на догоспитальном этапе в качестве недифференцированной терапии, коллеги. Догоспитальный этап недифференцирован. То есть мы не успели посмотреть, на это ишемический или геморрагический. Мы смело можем назначать Эдоровон. Теперь Эдоровон, то есть ксаврон. Вопрос такой, можно ли применять при геморрагическом инсульте. Метаанализ исследований показал, что лечение геморрагического инсульта Эдоровоном было связано с существенным увеличением количества побочных эффектов во время планового лечения. И ксаврон, оказалось, можно назначать без нейровизуализации. То есть Эврика, победа, то есть то, что мы хотели с вами добиться, но с вами много раз спорим о том, что нужно сделать томограмму. Далеко, например, в Нур-Ате нет компьютерного томографа МСКТ. Надо ехать аж в центр и делать там районный центр, например, и нет возможности. То есть мы в каждом неврологическом или сосудистом, или реанимационном отделении, в каждом из уголков нашей страны мы можем проводить смело препарат Эдоровон, не зная того у нас ишемический или геморрагический. Представьте себе, какой вопрос решается, какой. Это решение не только медицинской проблемы, это решение и целых медико-санитарных задач, которые ставятся перед пациентами, которые, то есть заболевшими инсультом, их госпитализация, их транспортировка, лечение на дому, лечение на первых этапах. Все эти вопросы можно решить только потому, что мы с вами имеем возможность проводить недифференцированное Эдоровон, то есть в частности ксаврон. Далее. Эдоровон блокирует ишемический каскад. Показал высокую способность захвата широкого спектра свободных радикалов, в том числе наиболее агрессивных. Гидроксильный радикал, супероксид прямой-непрямым путем и пероксинитрин. Активирует ферменты оксидантной защиты организма, супероксидисмутазу, каталазу, глототион, пероксидазу. Повышает синтез эндотелиального ИНО, снижает синтез вредного ИНО, катализируемого, индуцируемого ИНО синтетазой. И в итоге Эдоровон эффективно тормозит перекисной кислой липидов, защищая клетки от разрушений. Столько эффектов у Эдоровона. Конечно же, эффект прежде всего нам с вами. Вот это все в совокупности. И если поставить на чашу весов то, что его можно делать недифференцированным образом, то есть не ждать КТ или МРТ, для нас это является важным подспорним, коллеги, для нас это является важным практическим моментом. Блокирование ишемического каскада заключается в том, что он легко проникает через гематоэнцефалический барьер, в зону ишемии путем диффузии, обладает прямым ингибирующим действием на НМД рецепторы, тем самым предотвращая перегрузку клеток, кальций уменьшает витаматную токсичность. То есть мощнейшая антиоксидантная защита в итоге тормозит оксидантную нейротоксичность, уменьшает повреждения эндотелия, экспрессирует фактор роста нервов, то есть фактор роста регенерации, возможно, на фоне применения эдоровонок. Ксаврон имеет точки приложения на всех этапах ишемического каскада, начиная от первых этапов, заканчивая последними, последующими этапами ишемического каскада. Доказательная база. Давайте мы с вами обратимся к тому, что было сделано. Посмотрите, как это называется. Эта гора называется гора Фудзи или Фудзияма. Кстати, эта гора находится в Японии. Это бывший вулкан, сейчас он давно потухший. Кстати, каждый из людей, кто попадает в Японию, мечтает попасть на эту гору, потому что подняться на эту гору, считается большой честью для каждого, считается, исполнение будет множество желаний, благополучия. И я знаю многих людей, кто на самом деле поднялись на эту гору и в целом считали, что в дальнейшем они были глубоко успешными. Влияние даравона на острый инфаркт миокарда было изучено профессором Отома в Японии. 30 университетов, медицинских учреждений участвовали, 250 пациентов участвовали, то есть были половина в плацебо, половина базисная. Все пациенты были в сознании, тромболизис не применялся ввиду различных показаний, противопоказаний, и оценка проводилась через промежутков между 24 и 72 часа. 30 миллиграмм эдаравона по одной ампуле два раза в день 14 дней проводили. Каждый третий пациент проявил полное отсутствие постинсульта неврологических последствий. Через три месяца после событий, в случае назначения в первые 24 часа. Видите, эдаравон плюс базисная терапия, вот его длинная розовая колонка, и вот серая маленькая колонка – это те, кто получал плацебо. Посмотрите, 34,2 и 6, 2,5. Какая разница? Это практически гораздо, почти в 20 раз лучше было с эдаравоном. Каждый второй пациент значительное улучшение функционального состояния ощущал через три месяца после событий. Здесь результаты хоть и недостоверны, но, тем не менее, это было констатировано. И в итоге оказалось, что… А еще данные Кохрановских систематических обзоров показали 496 человек в трех исследованиях, показали, конечная точка была смертность или инвалидность, и определили инвалидность как зависимость от других повседневных факторов по шкале инсульта. И вот доза эдаравона в трех исследованиях была одинаковой. В группе эдаравона наблюдалось увеличение доли участников со значительным неврологическим улучшением по сравнению с группой контроля. То есть победил эдаравон. Конечно же, победил эдаравон, потому что у него все свойства есть для того, чтобы ему быть победителем в данном случае. Больные не получали тромболизис и оказались они наравне с теми, как будто бы они получали этот серьезный и дорогой тромболизис. Эдаравон является… Вывод был сделан, что он является эффективным средством терапии острого ишемического инсульта, и его назначение в ранние сроки из инсульта обеспечивает существенное улучшение неврологических показателей в два раза по сравнению с плацебо. И вот раннее назначение с эндоваскулярным вмешательством было изучено в Японии в 2019 году. Было 11 508 пациентов. В ретроспективе получали… Смотрите, здесь тысяч получали, значит, эдаравон. Здесь тысячи с чем-то получали, не получали эдаравон. Посмотрите, средний возраст один и тот же. Посмотрите на эти показатели. То есть группа с эдаравоном и без. Вот теперь смотрите результаты. Оказалось, эти результаты были опубликованы вот в 2019 году. Значит, в Европе были, в европейском серьезном журнале, который входит в список скопуса. И эдаравон снижает госпитальную смертность, частоту кровоизлияния, улучшает функциональность тайной пациентки при выписке. То есть он снижал смертность почти в два раза. И вдвое частота внутричерепных, ниже была частота внутричерепных, то есть кровоизлияние, то есть осложнение ишемического инсульта, то есть геморрагических осложнений. В итоге ксаврон применяется при ужтам ишемическом инсульте. Применяется в первые сутки два раза в день по одной ампуле. То есть утром и вечером, две ампулы в сутки, курсом 14 дней. И надо растворять в 100 мл физиологического раствора. Мы сейчас проводим одно замечательное исследование. В несколько клиник города Ташкента мы раздали препараты эдаравон. И мы сейчас, это клиника 4 больница, 7 клиника ТМА, КБСМП. И мы увидели, что как эффективен ксаврон. И ксаврон назначается данным пациентам в течение 14 дней. Мы видим результаты по данным различных шкал. Так вот, прогноз при инсульте ухудшает что? Мы должны рассмотреть все факторы, которые ухудшали бы прогноз при инсульте. Прежде всего, низкое давление. Нехорошо. Низкое церебральное перфузионное давление, ниже 70, также плохо. Нарушение электролитного баланса, проведение дегидратации, развивающаяся ацидоз. То есть цель инфузионной терапии, она заключается в недопущении развития гиповолемии и гипотензии. Поддержание церебрального перфузионного давления ниже 70 мм. Коррекция электролитных нарушений и достижение гемодилюции. В этом плане есть сбалансированный препарат, сбалансированный валимической поддержки нейропротекции, в составе которого есть компонент с усиленной нейропротекцией, то есть цитикалин. Компонент с валимической поддержкой, то есть натрия лактат и компонент с содержащей комплекс электролитов. То есть препарат 3 в 1. Отгадайте, что? Конечно же, тут написано нейроцетин. Надо было повернуть бутылку спиной, и все хором отгадали бы, что это нейроцетин. Появилась такая интересная, значит, такой интересный флакон у Юрии Фарм. И мы знаем, что если вы помните, как мы латрены, у Юрии Фарм, как мы любили латрены, сейчас это как бы объединение цитикалинов с латренами. И вот такой есть флакон. И в этом флаконе сбалансированность валимической поддержки нейропротекции в одном флаконе. Очень редко можно достичь что-то подобное в одном. И в итоге, когда сравнивали его с натрий хлоридом, это с рингером, и оказалось, что больше всего он подходит к лазме крови и оказывает норму малевический эффект. Гипоксия приводит к нарушению глюколиза и образованию молочной кислоты. К этому времени натрий лактат с бикарбонатами и анионами, получается, корригирует этот процесс, и ацидоз исчезает практически пусть и навсегда, но надолго. И у нейроцетина, значит, он за счет сбалансированного состава, он является корректором электролитного состава крови. Электролитный состав крови имеет важное значение в острейшем периоде инсульта. Он еще предотвращает гипотензию при инсульте. Падение давления предотвращается, обеспечивается гемодилюция, снижается концентрация токсических продуктов распада. И 200 мл нейроцетина мы применяем при тяжелых неврологических раз при инсульте, а 100 мл при хронических нарушениях и восстановительном периоде инсульта. И потом переходим на питьевую форму. Нейроцетин, по данным целого ряда авторов, здесь были рандомизированные исследования, он обладает результатом исследования. Важным резюме является то, что нейроцетин обладает высокой эффективностью и по своим свойствам является терапевтически эквивалентным аналогу типа цероксон. Динамика состояния по шкале низ показала, что они аналогичны. Динамика по шкале рэнкин также показала аналогию. И более раннее пробуждение по сравнению с цитикалином было на фоне нейроцетина. И неврологический дефицит при сравнении с цитикалином также практически не имел какую-то разницу. Значит, важно понимать и хирургические методы, каротидный эндотерик, ангиопластику, стентирование, окклюзирующие поражение сонных артерий. Есть хирургические методы лечения, о них мы не должны забывать. И главная профилактика. Говоря о профилактике инсульта, очень нужно помнить о том, что это нужно работать с артериальным давлением, с гиперлепидемией, с курением, с алкоголизмом пороться, с курением, повышать физическую активность, больше употреблять фрукты, овощи, рыбу, снижать массу тела и, естественно, если нужно у женщин заместительную гормональную терапию. И вторичная профилактика инсульта, конечно же, это снижение артериального давления, снижение липидов в крови, это применение диета терапии, расстройство дыхания во сне, бороться с сердечными проблемами и, конечно же, проводить гормональную терапию, если это постменополизальные проблемы у женщин. Так вот, учитывая тот факт, что ковид проявляется целым рядом осложнений и нейротропным является вирус, способствует утяжелению состояния больных, мы, пациентов с ковидом, особенно с поздними осложнениями, так же, как и с ранними, должны вести консультативно, то есть при помощи консилиума с привлечением в Россию вирусологов, неврологов, нейрохирургов, терапевтов, кардиологов. И важно соблюдать меры предоспорожности и оказывать своевременную тактику диагностики и лечения, что будет способствовать быстрейшему выздоровлению. Спасибо большое за внимание. Спасибо.